Примеров, когда дети не хотят учиться в школе и регулярно прогуливают уроки, к сожалению, предостаточно. Вот и на этот раз перед членами комиссии по делам несовершеннолетних предстал подросток, который совсем не желает получать образование, да еще и ведет себя как грубиян. Общаясь с этноклассниками и взрослыми, употребляет грубые слова, сквернословит. Со старшими ведет себя грубо, развязанно, уверен в своей безнаказанности, чем постоянно бравирует. За постоянное нарушение устава школы был поставлен на внутрешкольный учет. Вот семья полная, родители хотели бы, но не справляются с воспитанием сына. Преподаватель школьника не раз пыталась его образумить, но пока безрезультатно. К тому же выяснилось, что проблема, как и во многих подобных случаях, идет из семьи. Разводки в присутствии ребенка сделали ему Богом. Он теперь ими их воспитывает и диктует, как ему надо. На последнем совете профилактики папа сказал, я боюсь, он меня посадит. Члены комиссии предупредили подростка, что подобное поведение может повлечь за собой серьезное наказание, а именно перевод в спецшколу закрытого типа. Услышав это, мальчик обещал исправиться. Помимо персональных дел, участники совещания огласили победители конкурса рисунков наши участковые и наградили призеров. Мы вручаем тебе вот эту грамоту за активное участие в конкурсе творческих работ. Татьяна, чью работу признали одной из лучших, принимает участие в таком конкурсе впервые. Она рассказала нам, что изображено на ее плакате. У нас в художественной школе рассказали о теме «Мой участковый». И я решила поучаствовать в нем, решила нарисовать мальчика с участковым, как он выполняет свою работу. Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной программы «Безопасность городского округа Матищина 2017-2021 годы» и направлен на профилактику правонарушений среди подростков, повышение уровня доверия молодежи к правоохранительным органам. После награждения победителей конкурса участники комиссии перешли к рассмотрению персональных дел. Алла Сталаева, Андрей Капустин. Информационная программа «День». Продолжение следует...